Следующий вопрос. Мария из Днепропетровска спрашивает, что делать, если в самолете закладывает уши? Ну, это, я так понимаю, вопрос по поводу ребенка. Первое, ну, самое простое, если вы столкнулись уже с этим самолете и заранее не подумали, это дать ребенку либо какую-то конфету, либо попробовать попросить его позевать, именно позевать, чтобы сравнялось внутреннее давление внутри внутреннего уха и, соответственно, с давлением внутри самолета. Кроме этого, попробовать сделать глотательные или жевательные движения. А вот, кроме этого, вы можете дать ребенку, захватите с собой обязательно бутылочку с водой, чтобы он мог именно попить воду, тогда за счет этих движений давление выравнивается, да? Вот, кроме этого, не рекомендуется, чтобы ребенок засыпал во время взлета и посадки, потому что он в этот момент как раз не сглатывает, а просто дышит и просыпается от того, что сильно барабанные перепонки вдавлены или, наоборот, давление повысилось и ребенку некомфортно, он просыпается, плачет и уже потом сложно плачущему ребенку объяснить, что именно нужно делать. Если у вас длительный перелет, то есть больше двух с половиной часов, то желательно ребенка перед посадкой разбудить. Обычные дети засыпают к этому времени, разбудите перед посадкой, тогда вы будете избавлены от того, что ребенок просыпается с плачем. Вот, в некоторых интернет-магазинах или в аэропортах зарубежных есть специальные беруши, это такие вставки в уши, которые позволяют выровнять давление, вот, и ими как раз пользуются во время посадки и перелета, поэтому, если у вас есть время, вы можете заказать это в интернет-магазинах и воспользоваться ими для вашего ребенка. Следующее.